Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я вам расскажу о том, как же понять, соответственно, есть у вас то или иное заболевание, да, психологическая акцентуация или же расстройство. Это касается не только биполярного расстройства личности, о котором вы смотрели мне, да, и задали мне вопрос именно под этим видеороликом, как это определять. И, соответственно, это касается не только тех вещей, когда, соответственно, идет сугубо расстройство личности в плане какого-то, ну, психологических, психиатрических разных нарушений. Потому что также я напомню, что причинами различных психологических, психиатрических расстройств могут быть гормональные изменения, да, и очень часто такое бывает, что, соответственно, на фоне изменения работы тереводных гормонов, гормонов щитовидной железы, или, допустим, в случае гипертириоза увеличение сердцебиения и может сопровождаться, ну, к примеру, паническими атаками, да, или, соответственно, как в случае с легкой акцентуацией, там все вот эти вот менструальные синдромы, да, когда проявляются, мы все равно говорим о том, что это немножечко не в норме, что это нежелательное явление, это является такими легкими акцентуациями, и лучше все вот эти вот вещи, их стараться избегать, устранять, когда идет резкие смены настроения, так далее и тому подобное. Ну, и сейчас давайте уже обсудим, соответственно, как понять, вот есть у меня, допустим, депрессия или нет у меня депрессии, потому что ту же депрессию точно так же психология и психиатрия очень часто измеряют просто в формате такого градиента, сейчас я думаю, что я выведу вам рисуночек градиента какой-нибудь на экран, он совершенно стандартный, и, соответственно, в чем суть? Вот, понимаете, если у человека просто, ну, плохое настроение, да, это не какая-то депрессия, то я бы выделил что, если мы видим там каких-нибудь шизойных расстройств, вот эти депрессивные фазы, там, биполярные, ну, человек следит за собой, да, то есть это не влияет на его жизнедеятельность, он ходит на работу, он не меняет часто работу, у него нет проблем с социализацией, то особенно если рассматривать психиатрический спектр, понимаете, то есть это никак его плохое настроение, в принципе, не влияет на его жизнедеятельность. И если мы видим, что у человека постоянно, соответственно, крайне неряшливый внешний вид, то есть от него пахнет, его увольняют с работы за то, что он выглядит, ну, неподобающим образом уже, люди на это обращают внимание, это ярко бросается в глаза, и это уже повод задуматься и говорить о каком-то психиатрическом расстройстве. Вот приходит пациент, мы его начинаем опрашивать, если мы у него выявляем, что, соответственно, он уже пять лет нигде не работает, или в течение года сменил, там, на каждый месяц было у него по работе, да, вот, то, соответственно, на все эти вещи мы обращаем внимание, то есть уже какая-то социализация у него где-то нарушена, ну, и это повод, соответственно, выяснить. Также маниакальные фазы, если брать, например, биполярное расстройство, да, то есть, допустим, также человек начинает неадекватно брать кредиты, ну, каких-то кредитов, начинал много бизнесов и закончил, да, то есть это прям реально много, то есть, конечно, есть какие-то пограничные фазы, если человек коммерсант, действительно делает, там, какими-то делами занимается, это будет слабый критерий, но бывает так, что люди, действительно, закончив какие-то курсы, да, по бизнесу, они, находясь в этой маниакальной фазе, берут один, второй, третий кредит, и, так скажем, за год у человека появилось, там, 10 новых фирм, 10 новых кредитов, каждый месяц он начинал, там, соответственно, новый бизнес, новый кредит, потом его забрасывал, потом, если эта маниакальная фаза длится, обо всем об этом он грандиозно тоже может рассуждать, говорить о том, что он достигнет каких-то высочайших успехов, равняться, да, напрямую говорить, что он там будет, соответственно, на уровне Илона Маска, да, то есть у него может какая-то грандиозная идея быть, не сверхценная, как параноидарным расстройством, но тем не менее, и, соответственно, все вот эти вот вещи, они максимально увеличены, понимаете, при расстройствах, то же самое, сопутствующие расстройства сна нужно обращать внимание, это является очень важным признаком, расстройство пищевого поведения очень важный признак, и третий важный признак нарушения социализации в той или иной мере, даже если у вас очень долго нету продолжительного партнера, это тоже является расстройством личности, да, признаком наличия тех или иных расстройств, по крайней мере, там, в сексуальном плане, то есть в течение, если двух, трех лет нет сексуального партнера, это уже повод поговорить с сенсологом, психологом, психотерапевтом, почему так происходит, вот, поэтому вот этих вот признаков может быть очень много, и мы должны, ну, немножечко с точки зрения социума, вот этих вот общепринятых каких-то правил немножечко в это вписываться, и когда мы не вписываемся, собственно говоря, с точки зрения градиента, ну, конечно, тут у каждого врача или психолога, соответственно, свои какие-то, да, понятия немножко своего градиента, то есть плюс-минус будет различаться, но вот явные какие-то, да, признаки, такие как яркая неряшливость, или наоборот, человек, допустим, не может усидеть на месте, чтобы не убираться, да, там, как в случаях, там, с КР или еще какими-то вещами, то есть любые вещи подобного рода, выходящие за стандарты поведения какие-либо, они, конечно, будут нарушать социализацию человека, его личную жизнь и так далее. Если вы каждые пять минут трете свою обувь, если вы 50 раз возвращаетесь, соответственно, проверить, закрыли ли вы ручку двери, естественно, это расстройство личности, естественно, нужно работать с этим и нужно понимать, что любое заболевание выражено только в психиатрии, или только, не важно, там, в неврологии, в эндокринологии, где угодно, если его не лечить, вы его только запускаете. Так что помните об этом, дорогие друзья, и также помните, если вы, соответственно, чувствуете, что у вас есть какие-то нарушения вышеперечисленные, то, может быть, вам нужна консультация у меня или у других каких-либо специалистов, это на ваш выбор, ко мне вы всегда можете в онлайне обратиться. Также задавайте вопросы внизу, в комментариях. Ну и что, с вами был Кравцев Сергей, я еще жду вас в гостях, в инстаграме, и желаю вам, конечно же, здоровья, дорогие друзья!